Добрый-добрый-добрый вечер еще раз всем! Подключаемся на второй матч между командой Hellraiser против Balcanverse Corleone. На данный момент у нас уже в пике для Hellraiser Wisp и Tini. По-моему, дабла состоялась и теперь пусть Balcanverse Corleone думает, чем данную даблу контрить. Бристлбэк и Дизраптор, соответственно, в ответ для Balcanverse Corleone. У Hellraiser Wisp отправился Брудмазер, Тайтхантер, Даззл и Снайпер. Из четырех три героя были в прошлой матче. Ну, видимо, сильно Дреду и компании насолили данные персонажи. Это было и неудивительно. Тут и Сайленсера, мне кажется, впрок было бы вообще забанить на все матчи против Balcanverse Corleone. И правда, там я обзор натворил какой-то невероятный ужас в начале матча. Слишком загнал на фоне Джинамиде. Тот парень в итоге не вынес ничего к лейту. Ну, то есть артефакты были, но эти артефакты настолько невзрачными оказались, что вывести просто весь тот напор от количества мепарей, от количества дамаги, которая вливалась в стола, попросту невозможно. Со стороны Balcanverse Corleone. Давайте к ним наконец-то вернемся. Чен в бане, также в бане SF, Тролль Варлорд и Феникс тоже отправляется в бан. Ну, в пик прилетает Вич Доктор и ждем, чем же ответит Дредд. По лайнам у Balcanverse Corleone уже, в общем-то, Бристалбек, я думаю, главный персонаж для оффлейна, для сложной, скорее всего, Массакари будет отыгрывать у нас на Бристалбеке. Ну, и Дизраптор, Вич Доктор, Лайнов и Саппорт. Осталось взять Коргероя по типу, по типу, по типу какого-то фармящего, я думаю, что фармящего Милишника даже можно было взять. Хотя против Тинни и Веспа, да, в общем-то, без разницы. Это Мили или это будет Ренж, Тинни в любом случае подходит и подходит к любому. Во-первых, Севел Энжи, во-вторых, на голову сыпется вместе с Веспом в любую точку карты. Поэтому будет это Ренж или будет это Мили, тут, мне кажется, вопрос не критичен. Скайрос Мак у нас для команды Хелл Рейзерс отходит третьим пиком. Ну, ждем, ждем. Мид персонажа до сих пор нет у Балкана Бирскорлеона, возможно, четвертым он и станет. И опять же вопрос, Тинни Висп это мид лейн, или Тинни Висп это легкое. А на миде может, в принципе, сыграть еще какой-либо персонаж. Ну, в общем-то, пока чуть-чуть, я думаю, тут тухлую аналитику надо будет прекратить, потому что расставить Тинни с Виспом по карте можно в любую точку, как на мид, так и на легкий лайн. Ну, задумались. Балкан Бирскорлеона. Хелл Рейзерс, как я понимаю, тоже думали, что где-то здесь зайдет мид персонаж. Забанили снайпера. Ну, видимо, Тинни Висп все-таки будут стоять где-то в мидле. Раз снайпер у нас ушел в баню, я думаю, что именно под Тинни Виспа этот парень вообще неприятный, тем более после последних трендов, которые вошли у нас в доту. Шрапнель, Фазы, Мом. Там от Виспа толком ничего не останется секунды за 2-3. Тим Бирсоу для Балкан Бирскорлеона. Опять нельзя сказать, что стандартный персонаж, к которому все привыкли и которого все уже устали видеть. Примерно та же история была, разумеется, с Миппо. Ну и Тим Бирсоу тоже нечастый гость вообще у нас в доте любых дивизионов. Азия, Америка, Европа, везде абсолютно Тим Бирсоу практически не появляется. Шторм Спирит для Хелл Рейзерс. Вот теперь более-менее вменяемый и адекватный вариант для Афониджи. Потому что на аксе Афониджи просто невероятно плохо отстоял. Не получилось сделать толком ничего. Умер огромное количество раз. Ну и, разумеется, нафидил ровно столько же, сколько и умер. Плюс умирал сначала на мидлейне, потом умирал и на сложной линии. Зачем туда пришел, непонятно. По всей карте, короче говоря, горел у нас Афонидж. Ну, ждем. Последний бан от Балкан Бирс Корлеоне. Бан Никса Сассина. Даже удивительно. Было интересно ли в голове команды, хоть кого-то из команды Хелл Рейзерс, была ли мысль о том, что можно взять Никса Сассина. Мне кажется, это какие-то предрассудки Балкан Бирс Корлеоне. Потому что по данному пику, ну не знаю, по-моему, слишком проблематично зашел бы сюда этот персонаж. Ну, ждем. Последний бан от Хелл Рейзерс. Кто пойдет, кого не хочет видеть команду Хелл Рейзерс на миде. 50 секунд. Осталось нам то, чтобы все-таки решиться. Опять мипо. Опять мипо подумали, что может быть в миде. И мипо исключили из возможности пика. Последний герой для Балкан Бирс Корлеоне. И теперь, скорее всего, мид-герой у нас и последует. Тимберсов отправится, как теперь, в принципе, Брист может, я думаю, поформить. Идти в легкой. Собственно, это не проблема. А Тимберсов отправится в сложную. Ну и Вич Доктор с Дезраптором на подсейф. Ну и мид-персонаж. Мид-персонаж. Кому стоять против Тинни Виспа или против Шторма. Там уже по ситуации. Мидуусу собирает Балкан Бирс Корлеоне. Укомплектовались полностью. Все пять героев выбраны. Осталось еще более минуты для Хеллрейзерс. Да, ситуация, в принципе, вполне вывозимая. Тут главное, чтобы Тинни вывез все необходимое. А дальше уже будет гораздо проще. Афонин же у нас берет Тинни. Горец будет играть на Энигме. Артес играет у нас на Штормспирите. И, я думаю, Висп для Дреда, скорее всего. Ну и со стороны команды Балкан Бирс Корлеоне. Ябзор играет на Вич Докторе. У Вич Доктора вряд ли на ранних левелах получится то, что получилось. У Ябзора на Сайленсере в прошлом матче. Падринио будет играть на Медузе, Массакере, на Тимберсоу. И Миракл будет играть на Бристлбеке. Дредд все-таки с Кайросмагом у нас будет отыгрывать. Ну и осталось забрать только Виспа, команде Хеллрейзерс. Так, в принципе, все укомплектовано. Ну а Фониджи на Тинни. Значит, Тинни и Висп отправляются все-таки в Мид. Артес, я думаю, пойдет фармить легкую. Ну а Горец на Энигме, скорее всего, отправится в лес. Интересная расстановка лайнов. Опять же, в лес отправиться или отправиться в сложную, тут уже гадать не буду. Посмотрим, как будет расстановка команд по лайнам сделана. Ну, небольшая пауза. В общем-то, по персонажу мы разобрались. В принципе, можем еще раз напомнить. Горец играет на Энигме. Гадем будет отыгрывать на Виспе. Артес играет на Шторм Спирити. Дредд играет на Скайрос Магии. Афониджи будет играть на Тинни. Паадринью играет на Медузе. Массакри на Тимберсоу. Миракл забирает Бристлбека и обзор Вичдоктор. И Леви будет катать у нас на Дизрапторе. Это вторая игра в рамках Best of 2. Каждая команда, которая хотя бы одну победу, которая вообще побеждает в одном из матчей, получает за каждый матч поинт. Если в матче проиграла команда, то, соответственно, уходит ни с чем. Пока что один поинт из этого контеста Best of 2 вывезла команда Балканбирс Корлеона. Которая, можно сказать, просто мясом завалила команду Hellraiser. Нечем было отбиваться от такого количества Мираклей. Нечем было, собственно, отбиваться от Бруды со всей ее ерундой. Вот туда бы Шейкера лишним бы не было вообще. Я думаю, можно было бы пожертвовать даже Рубиком тем же. Взять Энигму, взять Шейкера, ну, не получилось. Где-то не доглядели на пиках, а после попросту не отстояли на необходимом уровне на лайнах. Афониджи лился и лился нон-стоп. Собственно, это и привело к тому, что ранний левел взял у нас Миракл на Мипо. После этого и обзор пошел. Анстап был, если не ошибаюсь, набивать. Ну, это вообще полнейший моветон для Сайленсера. Убивать больше, чем умирать. Ну, так получилось. Ну что, в BBC какие-то лаги имеются. В принципе, Шары пишут, что готовы к матчу. Спасибо. 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 Приветная встреча между Балкан Бирскорлеона и командой Хелл Рейзерс. Напомню еще раз, серия в два матча, это Бест оф 2, за каждую победу по одному поинту. Сражаются у нас первое и второе место до данной катки Бест оф 2, до первой победы команды Балкан Бирскорлеона. В этом контесте на первом месте были Хелл Рейзерс. Теперь, собственно, на данном этапе Хелл Рейзерс и BBC по количеству очков на абсолютно одинаковом уровне. 6 очков, что у BBC, что у Хелл Рейзерс. Собственно, победа в следующем матче определит номинального лидера в турнирной таблице. Ждем, ждем первого экшена и посмотрим, появилась ли какая-то спортивная злость у команды Хелл Рейзерс, будет ли чем отвечать и готовы ли они сражаться посерьезнее. Потому что прошлый матч был слит, ну, я думаю, еще до мидгейма 100%. То, что делал я обзор с командой, ну, это полнейшее унижение и убийство. Хелл Рейзерс, собственно, такой напор так до конца матча остановить и не смогли. Там Таура толком сносились только в конце, ближе к окончанию, но и отсутствие снесенных Тауров, в принципе, дало понять, что ничего хорошего Дреда и его команду уже в этом матче не ожидает. Падриньо забирает у нас руну и уходит на топ. На миде будет Миракл на Бристолбеке и против него будет Ортес. Вот теперь можно, я думаю, нормально будет стоять. Опять ей обзор подходит... Нет, сейчас ей обзор, скорее всего, пойдет не на мид, а то уже, честно говоря, страшно было смотреть, если ей обзор потихоньку подходит на мид. В легкой у нас фармит Афониджи вместе с Веспом. В лесу Дредд на Скайросмаге, но тут вопрос вардов, вопрос спаунов. И в сложную со стороны команды Хелл Рейзерс отправляется все-таки Горец на Энигме. Против него стоит Даблайз, Падриньо и Леви. И по лесу у нас пока гуляет Ябзор. Тоже, собственно, на лайн пока не появляется. В общем-то, оставляют нормальный фарм для Падриньо. Меркаль уже пошел наваливать у нас Артесу. Артес нормально проседает по ХП. Ну и, конечно же, да, Массакри я забыл. Тимберсол на сложной линии. Здесь суть Гадема в том, чтобы харасить нон-стоп Массакри. Сыпаться Гадем будет, если попадет под одну из пилы или под цепочку от Массакри. Ну, основная суть Гадема в том, чтобы постоянно харасить и постоянно отгонять Тимберсол как можно дальше от линии встречи крипов. Чтобы не было ни опыта, ни денег у Массакри, ни каких-либо артефактов в дальнейшем. Ну, опять же, это все в идеале. На практике это не у всех получается, да и практически ни у кого не получается. Два каких-то вменяемых разве что стана или серьезные дизейблы могут позволить постоянно держать в напряжении сложную. А так в Массакри какой-то левел да будет вывозить, безусловно. На миде тем временем Артес. Артес у нас направился в фарм. Ну, талисман сразу приобрел без банки, без выхода в раннюю банку. Где-то минуте на третьей, я думаю, банка появится даже ближе к ее окончанию. Брис тоже, как я понимаю, собирается у нас выйти в банку. Но еще одна пауза. Что бы это вообще могло быть? Упадриньо тем временем. 9 на 2 Крипстат. На первом месте он. Леви на Дизрапторе. Собственно, лесными Крипами занимается. 5 Крипов себе кое-как уже насобирал. Скоро хватит на элементарный Бутсов Спид. Энигма. У Энигмы не все так радужно. Даже как у Леви. 3-4 Крипстат всего лишь и 355 на руках. Со стороны команды Хелл Рейзер. Ну, здесь в Массакри у него обычный сейвовый вариант. Тут особенно не разгуляешься. Тем более, что на Сложного практически не фармит. 4 на 0 за 2 минуты. Ну, хоть что-то все равно вынес. Миракл и Артес вроде бы ровненько идут. 7-3, 7-4. Относительно равная игра. Ну что, у нас отвалился Артес опять. Все, вроде бы переподключается у нас Артес. Пора бы уже и начать матч. Ну, 2 минуты все сыграно. Экшена пока никакого не было на рунах. Никто не встречался. Никто никого не бил. Никто, собственно, и не пытался даже бить друг друга. Все, все готовы. Поехали дальше. Гаддем помогает фармить Афониджа. Это своего основная, собственно, цель. Ну, здесь номинальные соперники под Риньо и Афониджи с Веспом. Которые тоже, наверное, даже за одного персонажа в итоге будут идти. Команда Ашер будет играть четвером, но один будет невероятно сильным. Причем попеременно. Опять же, в кого Тизер и Оверчардж у нас запустят Гаддем, тот, собственно, сильным и будет. Миракл у нас начал наваливать Дредду. Зачем здесь Дредд и что Дредд хотел сделать? Вряд ли Дредд убил бы Курицу. Ну, пытался, по крайней мере, продамажил. Ну, отомстили Дредду за Курицу. Быстренько, быстренько развалили. Миракл забирает у нас Фестблат. И, по-моему, история примерно повторяется. Теперь Миракл на миде будет выфармливать, опять же, как сумасшедший. И к финалу игры будет иметь максимальный нетворс. Конечно, тьфу-тьфу-тьфу, не хотелось бы. Это никому не интересно, я думаю. Тут большинство топит за Ашер. И это неудивительно. Но, тем не менее, тенденция мне что-то не кажется радужной. В прошлом матче тоже начиналось все очень хорошо для Миракля. И крайне плохо для мидера команды Ашер. В тот раз это было Фонинджи. Но Артес пока что не умирает здесь. И то, безусловный плюс. К Горцу прилетает Сол Ринг. Уходит Миракл Смида. Собственно, почему? Миракла нет до сих пор Ботла. В Куре, да? Да, в Куре Миракл уже летит Ботл. И плюс здесь контроль за руны. Со стороны команды Ашер тут Гаддем отвечает за нижние руны. Ботл у него имеется. У Артеса... Нет, у Артеса Ботл не в Этем Билде. Артеса Ботл до сих пор в Куре летает. Но, в принципе, практически фуловый по ХП и по МП тоже не сильно проседает. Скилл Билд, опять же, видите, следующий. Пока Вортекса не имеется. Статик Римнант и третий левел пассивки. У Медузы 920 на руках. Есть Тапок и Фазы вот-вот. Да, под линию приобретают уже Фазы. У... Легкая линия команды Ашер. Давайте посмотрим, что и как. Так, Пауэр Трэдс имеется у Дрэда... У какого Дрэда? Нет, конечно же, не Дрэда. Уже Ашер у меня в голове с Дрэдом напрямую ассоциируется. У Афониджи, конечно же, Пауэр Трэдс. И 520 на руках. Энигма тем временем погибает у нас от Медузы на сложной линии. Развалили. Была ли здесь помощь? Да, здесь была помощь с Андерстрайк. И Энигма рассыпался. Ну, в принципе, неудивительно. У Горца не так много ХП на начальных этапах. Дрэд переместился в мид к Ортесу. Меркля потихоньку здесь гоняют. Хотя Меркль особенно это и не чувствует. В лесах находится Массакри. Вижена, по-моему, у команды ХР не имеется. Хотя просветили у нас Массакри. Но тут не сложно перемахнуть через обрыв. И убежать под свой Т1. Но Массакри хоть как-то пытается зарабатывать левел. И это, в принципе, правильно. Потому что надо чем быстрее будет шестой, тем полезнее будет в файтах у нас Тимберсоу. Это, в общем-то, касается любого героя на карте. Но Тимберсоу здесь стоит сложный исключительно для зарабатывания опыта. И получения необходимого левела, а не для фарма. Все прекрасно понимают, что фарм на сложный. И эта задача совсем не обязательная. Дрэд отправился помогать у нас Горцу. Понял, в принципе, что беда у Горца. Хотя не такая уж и беда. 19 на 7. Например, у самого Дрэда вот где беда. У Дрэда 1-1. И плюс еще одна смерть. Вообще неприятный показатель. И КДА и по крипам, понимаете прекрасно, у Дрэда ничего радужного в ближайшее время появляться не может. Разве что в файтах где-то что-то может себя насуетить. Но игра пока спокойная, размеренная. Ничего особенно не происходит. Давайте тогда и посмотрим, кто лучше фармил. На BBC более 1000 по Экспириенсу, по Золоту. Чуть-чуть более 300 впереди команда Балканберс Корлеоне. Это при двух фрагах. Это, в общем-то, недостаточно. Если команда Ашер сделает пару фрагов, то, я думаю, выйдет существенно вперед. Но Ашеры должны фармить по факту сильнее. Потому что по подбору игроков, по-моему, Ашер имеет все шансы на то, чтобы уверенно выигрывать во встрече против BBC. Правда, в первом матче ничего подобного не произошло. Дабла на миде, фактически. Фактически, Дабла на миде. Если раньше у нас, в прошлой игре, стояла Дабла из Сайленсера и Мипо, то теперь у нас один Миракль стоит на Бристлбеке. И здесь Артеса даже одного редко может оставить Дредд. Все время ходит со своим тиммейтом на лайне. Ну, Дредд... Так, Дредд у нас просто отправился повардить. Куда отправился Тимберсоу? Настреляли сильно по лицу Массакер и отправляется под фонтан Хилица. У Энигмы тем временем насобирался уже Транквиллбут, съезд Солринг и имеется танго. Со стороны команды Балканберс-Корлеоне. У Падринья 600 на руках. В курице ничего не лежит. У Леви тем временем Тапок и Негроженный Стик. Вич Доктор 1100 имеет на руках. Все это после Бутсов Спид, Бристлбек, ПТ, Банка, Стаут Шилд и Базилка. Опять у нас гоняет Массакери плюс Пенгуют по карте. Тут Гадем, я думаю, переоценил свои возможности. Соло загнать Массакери точно у него не получится. У Афониджи тем временем 240 на руках. И курица уже несет Яшу. Уже собранная Яша для мейнкерри команды Хелл Рейзерс. По-моему, очень хороший тайминг. Не очень уверен в выборе артефакта. Первого серьезного артефакта. Но по таймингу, конечно, Яша очень быстро прилетела у нас к Афонидже. Но у него первый Крипстат на карте. По Недворцу давайте глянем. На втором месте у нас Афониджи. На первом месте Миракл. А где Миракл от деньги? Так, Курьер Дайер в это время умирает. Делает килл у нас на ваших экранах Артез. Развалился у нас Паучок. Все подняли нормально денег. Так, у нас в это время за Тауэром. За Т1 развалили Горца. И обзор здесь умирает. Не получается у него сделать ТП-аут. Отсюда Гадем старается у нас застопить Падриньо. Падриньо практически нет маны. Надо врываться. Артез срывается. Падриньо пытаются как-то засловить. Болл Лайтнинг в принципе имеется. Ну, через Вортекс решили разобрать. Даблкил у нас от Артеза. Счет становится 3-3. По итогу этого файта. Один в два разменялись команды. 950 заработала команда Хелл Рейзерс. Ну и по экспириенсу 1600. Афониджи все это время фармит на легкой. Мне кажется, после таких новостей. Он немножко быстрее даже стал бегать. А Тимберсоу в сложной ничего пока не вывозит. 10 крипов. Откуда вообще вывести? Что-либо. На миде. На миде уже оказался Горец. Горец у нас против Мирекла сражается. Но не по шансам. Просто, мне кажется, просто-просто пэтов своих подарит. Шторм. Полторы тысячи. На руках. Нул Талисман. Пауэртретс. Ну и Солринг. Имеется у Артеза. По золоту. Давайте глянем, у кого как дела обстоят. Ашеры вперед выходят. Тысяча по золоту. В это время у нас Массакари забирают на сложной. Не через Релокейт. Просто через Эвелэнш. Ну а дальше с руки расковыряли. Будет ли у нас Релокейт? Врывается ли у нас хоть кто-нибудь, хоть куда-нибудь? Ну давайте посмотрим. Нарисовали точку на карте. Ждем. Афониджи у нас уходит. Опять Гаддем к нему привязывается. Ну врываться пока что некуда. Хотя собственно можно было бы ворваться на мид. Я думаю да. На мид у нас и прожимает команда Ашер. Моментально разваливают Миракла. Миракл отъезжает. Тинни зарабатывает этот фраг. В принципе надо отсюда улетать. Формить дальше все спокойно. Ну вот такая реализация своих героев. Это уже приятно. Да тут не сложнейшая реализация. Никакой высшей математики. Для того чтобы Веспа и Тинни юзать не состоит в этом. Но при этом все равно дает свой результат. Все необходимое что надо для команды Ашера. Это ранние фраги. Ранние артефакты. Быстрый. Относительно быстрый аганим. Кстати у Тинни уже иметь запоинт бустер. Есть Staff of Wizard 3. Остается всего 2000 до аганима. Если аганим появится в минуте на 16. То тогда у команды BBC появляются проблемы. Я думаю бить Тинни будет гораздо сильнее чем того будут ожидать игроки BBC. И обзор сыпется нереально. Со сплэша это 100%. Также наверняка Disruptor вряд ли вывезет хотя бы 2-3 вменяемых удара от Тинни под Overcharging. Ну собственно один артефакт решает очень много проблем команды Ашер. Главное вовремя его выформить. Главное удачно ворваться. Ну и конечно же под сейв команды лишним не будет. У Энигмы уже откэдэшился Black Hole. Горец пока занимается фармом крифпов в лесу. Ничего себе еще не покупает. Хотя почти 1900. Имеется на руках у Горца. Но есть шанс. Я думаю что первым делом купит Даггер. У Дреда. У Дреда немного по золоту. Есть ноуталисман. И имеется также Boots of Speed. Дред пока с привычной для Скаресмага манере. Кое-как, кое-где подворовывает крипов. Что у нас готовится взрыв. Врыв я так понимаю. Тинника, да. Гаддем у нас врывается вместе с Тиней. Опять на Мирекля. Эвелэндж пошел. Тоснули Мирекля. Мирекль на лоу хп. Но Мирекль уходит отсюда. Статик, шторм под ноги. Дезвард в лицо. Минус Висп. Минус Афонидж. Вот это пришли на вечеринку. Вообще без приглашения. И вообще без шансов на то, чтобы уйти отсюда живыми. Не самый удачный взрыв. Тысячу по золоту. Зарабатывает команда BBC. Просто подарок какой-то на грядущие праздники. И по экспириенсу тоже более тысячи вывезли за такую сладкую парочку, которая свалилась на голову сразу четверым, если не ошибаюсь, игрокам. Балкан Бирск Орлеона. Ну, ошибся здесь Висп. Да, собственно, и Вижена не было. Непонятно было, куда врываются. Был Вижен на... Был Вижен на Эншентах. Было понятно, что кто-то там фармит. Но то, что находится в лесу за Т2, никто этого не ожидал. А там врыв был просто моментальный. Афониджи тем временем 970 на руках. До Аганима остается всего лишь 1000 золота. У Массакри. Тем временем, рецепт на Солринг. Тут будет выход в Бладстоун, собственно, неудивительно. Миракл опять у нас умирает. Ну, мстят за Афониджи игроки команды. Хелл Рейзерс. Это уже вторая смерть для Бристл Бэка. Мид Бристл Бэк не так серьезен. Хотя Т2 упал. Ой, Т1, точнее, упал у команды Хелл Рейзерс. Ну и, естественно, не без заслуги Бристл Бэка. Горец все-таки решает не покупать. Ни Даггер, ни Мекку покупает у нас Хэнд оф Медас. Висп отсюда не улетает уже. Висп погиб. Афониджи стоит в деревьях. Ну, прокликали у нас. Видят Афониджи. Афониджи решил с Массакари подраться. Но Эвалендж просто-напросто в никуда. 415 на руках. Остается чуть менее 600 до Аганима. Энигма. 1700 на руках после Медаса. Тоже не Хэдреска, не Баклер. Ничего не появляется. Значит, наверное, будет не Мека. А я думаю, выход в какой-либо ранний Даггер. В принципе, если по таймингу одинаково прилетит Аганим, Афониджи и Даггер и Нигме, то драться будет более чем разумно. У Штармана, которым отыгрывает Ортес. Тем временем уже 2 Обливентстафа. Ну и осталось добрать также рецепт на Оркит. У-у-у. Да, в принципе, мы все видели. Висп тоже у нас. Ну, в общем-то, относительно небогат. Но роль свою выполняет. Валкан Бирск Орлеоне. Дизраптор. Бутс оф Спид. Урн оф Шадоус. Ну и все саппортские артефакты. Медуза у нас здесь в Сайленсе. Медуза у нас здесь погибает. Пошел Дезвард по Афонидже. Афониджи просто кирпичами отбросился. И старается отсюда уйти. И правильно делает. Потому что драться здесь вообще никакого смысла нет. Во-первых, я обзор отсюда ушел. Во-вторых, фуловый здесь Леви. Ну а вот Артес фуловый, я думаю, с Леви может подраться. Сайленс еще и от Дреда залетел. 8-6 становится счет. Доминейтинг для Шторма со стороны команды Хелл Рейзерс. 4 тысячи по золоту. И более 3 тысяч по экспириенсу. Команда Хелл Рейзерс, по-моему, начинает нормально давить команду Би-Би-Си. У Афониджи имеется уже палка в руках. Это значит, что прилетел Аганим. Еще и 1300. Сверху у Тини. Ну теперь фарм для Афониджи станет обычной детской забавой. Тут просто надо нажать райт-клик. И огромные пачки мобов будут сыпаться по всей карте. В Массакере после Сол Ринга появляется 730. Бладстоуном пока что не пахнет. У Падриньо появляется Алтимейт Орп и появляется Пойнт Булстер. Падриньо у нас остается еще немного. 2-200 до Айов Скади. Под смоком команда Би-Би-Си. Видят у нас Афониджи. Не успевают закрыть его в Кинетик Филд. Афониджи отсюда уходит. И причем не уходит, а улетает вместе с Виспом. Будет ли подтягиваться команда Хелл Рейзерс? И есть ли вообще в этом хоть какой-то практический смысл? Ну, наверное нет. Никто не подходит. Гаддем отсюда уходит. Но тут Гаддему не по шансам утяжевым. Оставил он Тинни. Тинни отправляется фармить на нижний лайн. У Энигмы появляется Роту Фатос. Просто издевается. Надо мной Горец. Никаких даггеров, никаких БКБ, никаких МЕГ. Купил Роту Фатос. Артес врывается у нас на Дизраптора. Сайленс Дизраптора. Дизраптор очень быстро рассыпается. Падринио не может здесь толком драться. Артес просто через Болл Лайтнинг из файта уходит. Дредд тоже очень удачно дал Сайленс. Даже шансов не оставил Падринио хоть сколько-то дэмэджа нанести своему тиммейту. У Меркля уже практически собранный Сенжин Яша. Осталось только докупить Блейд оф Аллакрити. Это 800 по золоту. Команда ХР, как я понимаю, начинает подпушивать. Или как минимум собирается. Дредд понимает ли, что вообще происходит тут за деревьями? Нет, по-моему, не понимает, но на всякий случай решили отойти. Артес перемещается фармить на нижний лайн. У Тини уже имеется 1300 на руках и Хипперстоун в тембилде. Фонюджу у нас постепенно выходит в керасу. Это не лишено смысла. Тини реально проседает по скорости дэмэджа. По скорости атаки, точнее. Дэмэджа вполне предостаточно. Дэмэдж, в общем-то, Тини не требуется. Лишь бы был вменяемый сплэш, но Аганим все это прекрасно дает. Ну и, опять же, чтобы была вменяемая скорость атаки. Так, врыв нос от Артеса. Дальше за Массакери. Массакери под Сайленсом. Сюда еще на голову приземляется Афониджи вместе с Гадемом. ТП от 1 отменили. ТП от 2 не отменили. Ябзор. Проклятие бросил у нас на Афониджи. Дезвард поставил. Ну, улетает у нас отсюда Висп. Да, не Висп, точнее, улетает у нас отсюда Тини. Гадем вместе с Артесом и Горсом просто-напросто уходят из файта. Двоих забрали. Хороший налет, набег. Быстренько развалили одного. Второго, который прилетел, тоже разобрали относительно быстро. Ну и смогли остаться живыми. По Недворцу Афониджи все-таки вышел на первое место. Чувствует себя превосходно. Это не прошлая игра, в которой так сильно приходилось ему терпеть. Ну, Дредд здесь погибает. Дредд на лу хп здесь. Оказался врыв у нас от Артеса. Еще один удар и Леви разваливается. ТП аут старается делать Артес. Примерзает к земле. И как же больно Артесу с элементарных ударов от Падриньо с руки. Артесу надо отсюда уходить, но будут гнать его, по-моему, по всей карте. Но Артес отсюда, скорее всего, уже не уйдет. И Unstoppable Streak отдает у нас Вич Доктору. Почему, зачем, кому это было нужно, я не понимаю. Как будто Бристлбэк мало фармил. У Падринья тем временем вырисовывается Ultimate Orb. Но осталось совсем немного до Eye of Scudia. Афониджи вместе с Виспом отправились убивать Эншентов. Даже странненько. Почему не дерется команда Hellraiser. С 13-9 счет на данный момент. Почему Афониджи и все, кто с ним, я имею ввиду, конечно же, Висп, избегают драки, мне непонятно. Неужели прошлый раз, когда они ворвались на четверых, так сильно покоробил им желание хоть как-то сражаться? Ну, посмотрим, дальше будет, собственно, все понятно. Не думаю, что кто-то здесь избегает как таковых файтов. Просто решили насобирать необходимые артефакты. Есть уже Асад Керас, есть также Яша, есть Аганим. В общем-то, в Афониджи есть все необходимое для файта. У Энигмы тем временем... Собственно, в 990 на руках ничего нового не появилось. А вот у Вич-Доктора появляется Аганим. Аганим по таймингу вполне вменяемый. Опять же, Ябзор у нас на этот раз фраги не стилил, всего лишь 2 их добил, но 2 раза умер и 2 раза был ассистентом при убийстве. Но при этом нафармил достаточно плотно, заработал у нас на данный посох. По Нетворцу сразу 3 игрока команды Ашер на первом месте. Дальше идёт 4 игрока команды Ябзор. Ну и замыкает всё это 2 игрока Хелл Рейзерс на 8-м и 9-м месте. Висп и Скайросмак. Ну и на 10-м у нас... На 10-м у нас Дизраптор. Вот почему, собственно, Дизраптор на 10-м. Дизраптор рассыпался очень быстро, хотя и Афонид же у нас нереально быстро погибает. Ульта у нас от Горца, но просто валится у нас Горец в ульте в собственной. Развалился очень быстро. По демеджу, конечно, вносится в него крутейшее количество урона. Может быть, был бы смысл здесь иметь БКБ всё-таки. И выйдет что угодно. Да те же, по-моему, шипы. Шипы, кстати, физически или нет? Нет, БКБ тут, конечно, да. Не сработал бы здесь физический. Ну и, по-моему, Дезвард тоже физический урон наносит. Ладно, БКБ здесь не решает. Но какая-то комплектация в хоть какой-то жир была бы точно не лишней. Тинни у нас выкупился. Просто занимается стаками крипов, потому что пока что фармить не может. Драть тем временем просто фармит на сложной. Оставили хотя бы на какое-то время у нас Дреда. Но тут Энигма приходит, опять всё забирает. Опять всё горец крадёт у Дреда. Нечем просто убивать. Так, в это время у нас убили Шторм Спирита. Убили его на мидлейне. Что здесь делал Арте, с толком не понимаю, как вообще он там оказался. 15-13 счёт. По графикам. Hellraiser 5000 с плюсом выигрывают. По экспириенсу 2600. Также команда Hellraiser спереди. Афониджи под оверчарджем. Да? Нет, не включает его. Так. Всё. Теперь под оверчарджем. Начинает у нас наваливать Афониджи. Тауэр относительно быстро сыпется. Дефать его возможности нет. Но команда BBC в это время сносит Т2 по миду. А Хэры в лице Дреда и опять же Десенигма со своими ребятами отправляются на топ. И будут здесь стараться спушить Тауэр. В общем-то всё должно получиться. Под Риньо моментально ловит Сайленс. Мистик Флеер в себя впитывает. Миднайт Пульс лежит под ногами. Тауэр падает. Виспа отсюда с Тинником улетает. Надо всем, кому только можно разбегаться. Глимсуют назад у нас Энигму. Поздновато у нас. Точнее рановато у нас Горец начал юзать. ТП аут. Не получилось. Но в это время Тинни вместе с Виспом заходят на одиноких на топ. На нижний точнее. На ботом лайн. Уже на хайграунде. Просто валят по баракам. Бараки милишненькие. Рассыпаются. И обзор у нас. Летает в воздух. Висп умирает. Афониджи убивает барак. И спокойно отсюда уходит. Вот так вот. Раскатили по всей карте. Воспользовались всеми возможностями, которые имеются. Это конечно же лютейший дэмэдж Тинни с руки под оверчарджем. И это конечно же возможность Виспа летать по всей карте. Без каких-либо виз. И прочих препятствий вообще. Афониджи на данном этапе. Уже заработал себе на Керасу. Есть Манта Стайл. И 1100 еще на руках. По фарму он на первом месте. У него нетворс почти 18. И почти 14 у Мирекла. Но по шмоткам Мирекла конечно ничего такого серьезного не имеет. Артес. Тем временем. Оркит есть. Есть блатством. 8 зарядов. 1000 по золоту. У Горца. Горца постепенно выход в БКБ. Остановили у нас Мирекла. Малифейс есть. Будут ли юзать Блэк Холл. Мирекля можно юзать Блэк Холл. Афониджи в лицо. Миреклю наваливает. Миреклю должен умирать. Да. Тосс в спину. Умирает Мирекл. Массакари тоже у нас рассыпается. Пила летает. Но это все в никуда. И обзора гонят. За все что я обзор сделал в прошлом матче. Все отворачиваются от Медузы. Никто не хочет с ней разговаривать. Заканчивается Стоунгейс. Статик Линк. Нет смысла заходить. Гаддем. Скорее всего рассыпется. Хотя пока еще Гаддем живет. Афониджи начинает у нас наваливать Медузи. Падринью. Стреплы просто валят постепенно. Падринью. Падринью рассыпается. Артес. Вортекса не будет еще 5 секунд. Здесь есть Эваленш. Есть Тосс. И под ноги Меднайт Пульс. До свидания команда BBC. На ближайшие секунд 50 я думаю точно. Без Медузы драться смысла никакого. Зато есть смысл заходить на хайграунд. Это Тим Вайп со стороны команды Хелл Рейзер. И счет становится 20-16. Падает постепенно Барак. Мид пока еще стоит. Но здесь Афониджи уже направился. И уже сносит тавер. По дэмэджу у Афониджи невероятное количество. Показатель просто чудовищный. Во-первых, огромное количество дэмэджа с руки. Во-вторых, крутейшая скорость. Плюс, минус, плюс, минус. К тому же минус армор от Асаут Керас. Ну классно. Тини с Веспом вообще всегда какой-то топ уровень в вопросе шоу-тайма. Всегда весело, всегда ярко. Приятно наблюдать за мувами. Ну, вменяемые какие-то мувы, которые поддаются логике, они с Тини Веспом не проходят. Обычно на карте происходит черт пойми что. Так, у нас позади уже практически 30 минут. Игра насыщенная. 30... 37 фрагов. 37 фрагов на карте. Да, более одного фрага в минуту. И не дают ни одна, ни другая команда расслабиться. Давайте по вещам быстро разберемся, у кого что имеется. У Дизраптора. Уже постепенно вырисовывается Аганим. Остается 2000 у Вич Доктора после Аганима. Появляются Огрклапы 1000 по золоту. Бристлбэк. Вангвард с Энджиньяша. Блэк Кингбар фуловый, кстати. Ни разу еще в Миркл в драках его не юзал. И Пауэртрет с 1000 на руках. У Медузы. Айов Скади, Яша и Ринго Факвила. Курица. Нет, курица ничего Медузы не несет. У Тинни тем временем появляется Саут Керас. Имеется Манта Стайл. Есть Аганим и Игл Сонг. Я думаю, что это все-таки бабочка. Не Этериал Блейд. Бабочка достаточно полезна будет. Потому что здесь МКБ ни у кого нет. Тинни Контрид становится невозможно. По факту. Скайрос Мак у нас. Ротов Атос практически собрал. Так, у нас Шторм тем временем забрал у нас Дезраптора. И сам почему-то Артес решил здесь остаться. Перед смертью Дезраптор Статик Шторм положил под ноги. Ну вот. Собственно в нем и увяз у нас Артес. У него это третья смерть. Немного потерял зарядов на Бладстоуне. Но опять же вся ситуация вполне поправима. У Дреда остается всего лишь 100 монет до Ротов Атос. У Шторма Оркит есть. Также Бладстоун. Есть БКБ. БКБ фуловый. Боттл. Нул Талисман. И Пауэр Трэдс. У Веспа тем временем имеется Пауэр Трэдс. Есть Боттл. Урн оф Шадоуз. Ну и Соул Ринг. Ну и Энигма. Тоже Даггер. БКБ. Все в принципе Горец уже затарил. Все необходимое есть. Осталось я не знаю. Разве что. Рефрешер какой-то собрать. Стычка у нас на миде. Артес. Врывается у нас в Падринью. Ну и уходит просто моментально. Артес не собирается драться. Ну это не удивительно. Ну команда Ашер уже находится на вражеской территории. Находятся они в лесу. В общем-то географически оттесняют команду Би-Би-Си от возможностей фарма. Стаки здесь пока и не забирают. Но одним своим присутствием вносят какой-то дисбаланс в ряды команды Би-Би-Си. У нас полностью Мистик Флэйр впитывает себя Падринью. Налог ЭП Падринью. Сейчас закончится у нас Медуза. Медуза отлетает достаточно быстро. Тут одного в принципе хватает. Так, врыв у нас от Тинни. Где? Афонинджи здесь ловит Дизраптора. Надо идти дальше. На хайграунде у нас два игрока команды Би-Би-Си. Здесь уже рассыпается у нас Вич Доктор. Блэк Холл по двоим Массакари рассыпается Падринью. Начинает подрубать Стоун Гейтс. Умирает, скорее всего, здесь Энигма. Но живой Афонинджи Висп тоже умирает. Пока что подрались 3 в 3. Выкупился у нас Вич Доктор. Миракл. Падринья и Вич Доктор начинают у нас разбивать Афонинджи. Но на помощь приходит Артес. И теперь можно подраться. Теперь силы равны. Артес у нас начинает наваливать Медузе. Медуза сыпется второй раз. По-моему, никакого Байбека не имеется у Медузы. Да, еще 6 минут. 19 секунд не будет у нас Падринью. И по Байбекам. Байбек только есть у Миракла. Но Миракл сам в соло пока ничего Артесу не расскажет. Так, Леви у нас появляется на карте. Массакари тоже на карте. Ну все. Команда Ашер отходит. 34-ая минута. 28-20. У Афонинджи потрясающе крутой нетворс. 23-800. Все складывается хорошо. Все складывается вообще не в пример прошлой катки. 9-2-7 на данном этапе. В общем-то, то, что было раньше, конечно, наверное, теперь только в страшных снах будет сниться Афонинджи. Я, конечно, говорю о прошлом матче, где Афонинджи рассыпался по КД на аксе. И рассыпался ни от кого бы то ни было, а от Сайленсера и от Мейпо. Так, нас уже 4200 на Твиче. Ну это просто превосходное. Просто великолепно. Да, тут много фанатов Ашеров, но не забывайте, опять же, что мы свою работу стараемся выполнять честно и усердно. И делаем все для того, чтобы вам приятно было смотреть Твиче. Если вам не сложно, нажмите фоллоу, поставьте сердечко и вам не сложно и нам крайне важно. Это всего лишь вторая неделя наших стримов. Начальные этапы даются непросто, но мы все делаем для максимального комфорта на нашем канале. Также есть группа ВК. Там анонсы всех будущих вводов, всех будущих, точнее, стримов и все вводы, которые уже, игры, которые уже были сыграны. Ладно, немножко позже. Пока у нас драка. Здесь у нас Артез просто вносит какой-то дисбаланс. Фредди команды BBC. Стоунгейз провязала у нас Медуза и уходит под Стоунгейзом. Энигма у нас в БКБ. Под Ринью весь Мистик Флэр в себя впитывает. Разваливается у нас Медуза. Медузы 70, одну секунду не будет. Летит у нас Висп вместе с Тинни. Так, глимсонули у нас Тинни. Где Тинни? Афонин же здесь стоит в стане, но команда BBC просто не выдерживает. Миракл еще дерется. У Артеза Гадлайк. Здесь уже ГГВП. Трон команды BBC падает. По факту, команда HellRaisers зарабатывает первую ничью в этом противостоянии. Конкретно Join.MLG Pro League. Европейская группа, а именно группа А, по-прежнему за командой HellRaisers. Они сохраняют за собой первое место. Хотя и заработали первую ничью. С двумя ничьями, двумя победами. Кармандо, Балкан, Бирск, Кролеон на второй позиции. Ну что, на сегодня игровой день у нас закончился. Завтра точно так же Join.MLG Pro League. Нас ждет ЕГЭ. Нас ждет очень много всего интересного. Не забывайте подписываться. Не забывайте добавляться в группу. Это крайне важно для нас. Ну и опять же, по качеству. Вопрос с Twitch решим. Вопрос с качеством и возможностью выбора. Качество на Twitch тоже решается в течение нескольких дней. Ну, всем хороших праздников завтра. Понятно, что праздник это не большинство, которые здесь в чате находятся. Но, тем не менее, поздравляйте своих мам, бабушек, подруг, дочерей. Да все вообще, кто у вас там есть. Все. У микрофона был друг. Это студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся попозже. ПОПОЖЕ.